Привет всем, с вами я, Семен Кибала, и это третий выпуск видеопередачи «Деловая библиотека». И сегодняшние книги для обзора. «Тайм-драйв» Глеба Архангельского. «Как успевать жить и работать». «Трейдинг. Первые шаги». Доктор Александр Элдер. И последняя. «Андрей Кочергин. Мужик с топором». Книжка о мужестве. Книга «Тайм-драйв» одна из лучших по тайм-менеджменту. Три главные мысли, которые изменили конкретно меня. Во-первых, друзья, планируйте. Лично я каждое воскресенье сажусь за свой ежедневник и планирую с понедельника по воскресенье, чем я буду заниматься. Каждый день у меня есть одна главная задача и несколько второстепенных. Следующая мысль, которая изложена на страницах его книги, это никаких уведомлений. Благодаря современным гаджетам мы мгновенно узнаем о том, что нам кто-то написал в ВКонтакте или прислал сообщение на почту. Не говоря уже о звонках и смс-сообщениях. Сколько раз вы отвлекаетесь на эти уведомления? Особенно меня удивляют уведомления лайков в Инстаграме. Если каждый из вас сейчас достанет свой телефон и просто уберет все уведомления, вы увидите, как качественно изменится ваша жизнь прямо с этого дня. Уведомления – это надуманная важность. Вы сами контролируете свою жизнь. Заходите в социальные сети, проверяйте почту в строго отведенное для этого время. С умом расходуйте ваше время в транспорте. Что вы делаете в метро? Что вы делаете в машине, в такси? Лично я читаю книги. Ну или в конце концов, просто отдыхайте. Во время отдыха мы набираемся сил и наша деятельность становится более эффективной. Книга Глеба Архангельского по праву получает высший балл в моей системе рейтинга лучших мотивирующих книг. Следующая книга моего сегодняшнего обзора – это «Трейдинг. Первые шаги Александра Элдера». Кто же зарабатывает во время финансового кризиса? Я думаю, что многие из вас сейчас задумываются о том, как бы уберечь свои деньги и во что инвестировать. Могу сказать, что есть определенная группа людей в нашей стране и во всем мире, которые зарабатывают на кризисе. И для этого не нужно учиться 5 лет в университете, для этого не нужно ходить на какие-то дорогостоящие занятия. Для этого нужно просто знать несколько правил и уметь совладать со своим разумом. Умение планировать время, дисциплинированность и трудолюбие – вот основные черты успешного трейдера. Лично я год назад начал знакомиться с игрой на фондовом рынке и был удивлен, что на самом-то деле нет ничего сложного. Но главный аспект – это психология. Все акции растут и падают не по прямой. И поэтому, когда вы вкладываете деньги, особенно какую-то крупную сумму, психологически сложно выстоять эти ямы. Многие люди сдаются и вынимают деньги. Хотя опытные трейдеры понимают правила рынка. Когда вы вкладываете крупную сумму на долгосрочный период, вам нужно оценивать разные факторы, в том числе мировую экономику. Если же у вас небольшая сумма и вы хотите быстро приумножать свои средства, вам необходимо изучать конкретные правила, проводить так называемый технический анализ рынка. Как начать? А все очень просто – через биржевых брокеров. Лично я воспользовался услугами компании Finam. Просто зайдите на их сайт. Если вы вложите сумму более 100 тысяч, вы получите бесплатное обучение в их школе. Выбор ваш. Вы можете сейчас положить все ваши деньги в банк и смотреть, как инфляция уничтожает все ваши сбережения. Или вы можете потратить эти деньги на свое обучение. Книга «Трейдинг. Первые шаги» Александра Элдера поможет вам разобраться с базовыми понятиями фондового рынка. Уделите один вечер этой науке и выберите для себя. Если вас заинтересуют торги на фондовом рынке, я настоятельно рекомендую также прочесть вот эти три книги, которые являются базовыми. Книга, которая немного выбивается из того списка деловой литературы, которую я предоставил в своем рейтинге на сайте Охотник за идеями. Это книга не о бизнесе. Это книга не о повышении личной эффективности. Это книга о мужском долге, о мужестве и о порочной слабости. Это человек, который основал свой собственный вид каратэ. Это мастер рукопашного боя. На страницах этой книги вы найдете мощнейший мотивационный толчок к тому, чтобы просто начать сражаться. Автор делится десятками личных практик по совершенствованию духа и тела. Каждый мужчина должен уметь драться. Если вы занимаетесь какими-то единоборствами, то это всегда помогает вам внутренне. Мужчина просто обязан сражаться за свои идеалы. И знаете что? Мы вымираем не из-за каких-то наших слабостей. Мы вымираем от болезни, которая называется равнодушие. Если ты мужик, то ты всегда должен понимать, что ты в ответе за свое окружение. Следующая мысль, которая доносится со страниц книги Андрея, это то, что в бою побеждают не мышцы. В бою побеждают тот, кому наиболее нужна была эта победа. Это необходимо для внутренней закалки, для своей внутренней силы. Я гораздо более уверенно себя чувствую в переговорах, гораздо более эффективно ощущаю себя на работе, когда нужно решить какую-то сложную задачу. Потому что, друзья, не в мышцах сила, а сила в вашем духе. Начните прежде всего работу над собой, над своим сознанием. Начните помогать, помогать людям. Именно это очень сильно развивает душу и дух. Книга «Мужик с топором» поистине закаляющая рукопись. Каково же было мое удивление, что этот человек, о котором я читал, будучи студентом, тренирует молодых парней прямо на моей улице. Она по праву заслуживает 11 баллов из 10 по уровню мотивации в моем рейтинге. Это был третий выпуск видеопередачи «Деловая библиотека». Надеюсь, что теперь вы найдете мотивацию, правильно спланируете свое время, чтобы начать заниматься торговлей на фондовом рынке. С вами был я, Семен Кибала. Прощаюсь с вами на две недели. Увидимся. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!